Это ого-го, какой объем информации. Вот, сегодня общие такие моменты мы с вами разберем. Так, на запись поставил, да, тему маркетинг-план еще раз. Ребят, есть у нас новички? Есть новички, кто на маркетинг-плане ни разу не был? Тоже напишите, пожалуйста, вот кто-то зашел без имени, какой-то хитрец и до сих пор сидит в вебинарке. Михаил, да, Михаил, ага, так, не были на маркетинг-плане, кто еще? Владислав Колосов, так, Антонина Михайловна тоже, Дмитрий Фролов, так, понял. Ребят, я к вам буду по именам, ладно, обращаться, я вас не вижу, может быть, мы с вами со всеми в разных возрастных, да, вот, все-таки по именам, ладно, Антонина, Михаил, Дмитрий, Владислав. Очень классно, что есть новички, которые не смотрели, потому что, ребят, этот вебинар, в принципе, для вас, да. Сейчас что нам понадобится для того, чтобы разобраться в маркетинг-плане, понять, как это работает? Понадобится листок, либо блокнот, ручка, либо карандаш, фломастер может быть, и либо телефон, на котором есть калькулятор, либо сам калькулятор. Поэтому, ребят, есть у вас сейчас время взять это все, приготовить, посмотрите, да, найдите калькулятор, листок, ручку, да, потому что, чтобы набрасывать себе, чтобы разобраться. Вот, вообще, запись вебинара будет, поэтому, я думаю, тоже можно будет потом запись воспользоваться, если что. Вот. Договорились? И, я надеюсь, от вас сейчас получать обратную связь, потому что сложно самому что-то, да, говорить сам с собой, буду вас дергать, стыркать, спрашивать цифры, поэтому приготовьте все эти калькуляторы, листочек и бумаги. Помогу. Вот. Ну, со мной, наверное, многие все знакомы, да, не знакомы, так, может быть, презентацию смотрели, люди успешны, старт-ритер, чат видели. Вот, ребят, немножко расскажу про нас, да, бизнес с компанией Арифлейм, я первая супруга пришла, Татьяна, да, которая видела здесь возможности, я возможностей вначале никаких не увидел, как обычный нормальный мужик, который привык, что работа должна проходить, да, как-то руками, что работу нужно, там, видеть как-то, нужно ходить на работу, непосредственно, чтобы деньги зарабатывать, не было сложно это воспринимать. Пришлось долго смотреть и маркетинг-планы, и презентация с осознанием, до длительного времени это было, переварить всю эту информацию, поэтому мы все разные, да, и, собственно, каждому из нас нужно какое-то время, чтобы в лице включиться, разобраться, это нормально. Вот, ну и, собственно, что мы сейчас имеем, да, я как, я в прошлом сотрудник правоохранительных органов в МВД работал, уволился, собственно, ручно по своему приказу, да, к своему желанию, уже как полтора года, да, не работаю по найму, сотрудничаю с компанией Арифлейм, у нас открыто Наталью ИП, у нас семейный номер, тоже в компании такой допускается, да, что можно работать с супругом вместе, либо муж, там, жена, брат, сестра и прочее, то есть близким родственникам можно работать с одного номера, да, не регистрируясь каждого человека, вот. Вот, квалификация директор за последний год уже в Арифлейм, да, прямо по цифрам, чтобы вы немножко замотивировались, чтобы было понятно, за последний год от Арифлейм нами, да, вот, чисто наша чистая прибыль, да, доход от компании был получен порядка 990 тысяч, то есть порядка миллиона за последний год работы мы получили от компании. Вот, это вам сразу так, да, чтобы посерьезнее относились, потому что в Арифлейм можно зарабатывать намного, намного больше, да, если вы пришли на 5000 рублей, то я вас разочарую, в Арифлейм можно заработать 25 и 30, самое главное, правильно и понять, как, как это все работает, да, не самому уходить с сумкой продавать, а приглашать людей в команду, выучить презентацию бизнеса и доносить эту презентацию, рассказывать людям о том, что такое Арифлейм, как на самом деле в компании можно заработать, да, не продавать. Давай помадки, губнушки, румяная пудра, вот, есть другие варианты, вот, я думаю, это вам тоже понятно, презентацию, наверное, вы смотрели, да, если вы на маркетинг-плане, то презентацию, я надеюсь, что вы смотрели. Вот, так ведь, ребят, презентацию все смотрели, презентацию бизнеса, может быть, кто-то пришел сразу на маркетинг-план? Напишите, пожалуйста, там, однерочки хотя бы, а тут все сольется, однерочки, если на презентации вы были, презентации бизнеса, Давайте жду. Так, Михаил был, знаю, так, еще кто? Нелли была, так, на презентации, так, Владислав, Дмитрий, Антонина. Антонина не была, да, на презентации. Сложновато вам немножко будет, так, Владислав тоже не был. Смотрите, презентация, маркетинг-план это такая тема, которая, ну, идет после того, как, после того, как посмотрели презентацию, после того, как понятие к человеку приходит, да, как вообще работаем, чем занимаемся, в общем, потом уже идет маркетинг-план. Ну, в целом, да, можете послушать, здесь, вот, на презентацию вам тоже, ребят, скинули, наверняка уже ваши спонсоры, и вам в первую очередь нужно презентацию бизнеса посмотреть, чтобы понять, как вообще компания платит денег, потому что сейчас вам будет сложно это все воспринять. Вот, если есть у вас презентация, можете идти на презентацию, а на третий план потом поставить, как угодно, как угодно. Вот, ну, и так, да, поехали. План сегодняшнего вебинара. Первое, разберем основные понятия, да, разберем, как формируется доход, на примерах все это посмотрим, да, и отвечу на ваши вопросы, которые будут по ходу вебинара. Так, отлично, я тут слайды немножко поменял и сохранил Сергея Кабанова, нашего менеджера. Ну, ладно, первый слайд поменялся, мне оставил старый. Так, по Серегиным слайдам. Так, итак, друзья, ценообразование, да, смотрите, что это такое и какие вообще есть цены. Вот, если вы не зарегистрировались в компанию Арифлейм, да, но хотите что-то в компании Арифлейм купить, да, вы купите, можете купить только через консультанта, который в компании Арифлейм зарегистрирован. Соответственно, для вас цена на продукт в компании Арифлейм, так как вы не зарегистрированы, она для вас будет 120%. Это просто вам нужно понять, да, 120%. Если вы зарегистрировались в компанию Арифлейм и намерены развивать здесь бизнес, работа, деньги зарабатывать, то вы являетесь дистрибьютором, да, такое слово и дистрибьютор, дистрибьютор. И для вас есть цена, да, дистрибьюторская цена, она так и называется. Для вас дистрибьюторская цена для партнеров 100%. То есть обычно 100% стоимость для вас. Вот. Таким образом, так как вы зарегистрирулись, вы, в Арифлейм можно вообще несколько, есть несколько видов получения дохода, да. То есть много партнеров в компании Арифлейм, в нашей команде есть такие люди, которые работают по каталогу, да, занимаются продажей по каталогу. То есть человек купил со 100% стоимостью, продал по цене каталога на 20% дороже, то есть по стоимости до 120%. И вот эту разницу, немедленный прибыль 20%, он имеет возможность положить в себе в карман, да. Это мы говорим, если работать продажей, да. То есть если цель работать только продавая продукты самостоятельно, да, 20% вы получаете немедленный прибыль сразу же в карман. Ну, это вот такой пример, чтобы было понятно, да, что такое дистрибьюторская цена, цена для дистрибьюторов 100%, да, и цена для незарегистрированного человека 120%. Дальше, дистрибьюторская цена, да, что в нее входит. Во-первых, здесь есть объемная скидка, да, то есть она 22%, да, и 100%. Объемная скидка – это наш доход, то есть вначале, да, по мере роста по карьерной лестнице компании Арифлейм, эта скидка увеличивается, она сначала небольшая, потом увеличивается, растет и достигает больших размеров, то есть хороших зарплатах 20, 50, 50, 100 тысяч рублей. В зависимости от того, какая у вас команда, структура, на каком бы уровне выходит. И здесь же есть бонусы. На бонусы 8%, то есть в стоимости каждого продукта, ребят, каждого тюбика, каждой баночки, есть, да, вложена уже объемная скидка 22% и вложены 8% в бонусы. Остальное, да, вот если кто-то скажет, а где все остальное, остальное – это себестоимость, это конференции и прочее, да, в компании. Вот, то есть нам на выплаты, на выплаты в сеть, да, вот здесь такое понятие идет, 22 плюс 8, то есть 30% компания Арифлейм выплачивает в сеть всем людям, да, которые участвованы в продвижении продукта. Понятен этот момент? Вы мне пишите, если понятно или непонятно, вопрос пишите сразу, да, можете сразу вопрос писать. Понятен этот момент? То есть 30% на выплаты идет, с каждого тюбика, с каждой баночки, с каждого крема, так скажем. Вот, соответственно, на этом можно неплохо заработать. И вот вам такой, опять же, пример. Вот, был последний каталог, да, у нас 3 недели, мы планерки проводим, да, когда погатаемся к планерке, соответственно, подбиваем цифры, смотрим, что и как, и вот вам такие циферки, да, ну, последнего, предпоследнего возможности. Предпоследний, скажем, цифр, результат. Вот, по нашей команды, да, нашей командой, командой Якимовых, да, вы все в нашей чате, вы все в нашей команде, был для Арифлейм организован товарооборот 800 тысяч, ну, это предпоследний, вот, 800 тысяч. Мы для компании организовали такой товарооборот, и Арифлейм, естественно, нам выплачивает деньги за создание таких товарооборотов. Да, вот, все, что в презентации сказалось. Вот, то есть 800 тысяч мы организовали для Арифлейм, и Арифлейм обратно в качестве выплат порядка 250 тысяч нам выплачивает. И эти деньги делятся между каждым участником, который работал в команде, между каждым консультантом, дистрибьютором, вот, то есть, да, 800 тысяч организовали, примерно 30% возвращается в сеть. Ну, тут, да, порядка по цифрам, вот, 800 и 250 было возвращено, да, на выплаты. То есть, каждый получает в рамках того, сколько он заработал. И сегодня непосредственно мы с вами разберем, как эти деньги... Так, все, ага, думаю, пропало. Мы сегодня разберем, как все это выплачивается, как эти выплаты осуществляются. Тогда идем дальше, раз понятно. Дальше. Основные понятия, да. Ребят, вот смотрите, компания Арифлейм, это компания международная. Арифлейм вообще шведская компания, да, офис основной в Швеции. И Арифлейм работает в нескольких странах мира, в почти 60 странах мира, в компании международную. Мы с вами можем работать как на территории России, так и на территории страны СНГ. То есть, есть страны определенной перечень, международные спонсированные. На сайте этот перечень есть. И, собственно, у вас могут быть партнеры и с Украины, и с Белоруссии, и с Казахстана, и с Молдовы, и с других стран. Вот. Вам ваши спонсоры это объяснят. То есть, можно развиваться, можно приглашать людей в команду, в Арифлейм из разных стран, не только по России. То есть, бизнес международный, да, партнеры могут приходить отовсюду. Вот. Ну, соответственно, раз так, раз компания Арифлейм, это международная компания, да, в каждой стране разные валюты, да, где-то это доллар, где-то это евро, где-то это рубль, да. И, соответственно, чтобы активы, пассивы правильно считать, дебиты, кредиты сводить, да, компании, чтобы было удобно, есть такое понятие, внутренняя валюта, да, это балл-бонус, или бонус-балл. В каталоге, вы, наверное, видели, он обозначается просто две буковки B, B, B. Вот. Балл-бонус. Это условный цифровой показатель, который присваивается каждому продукту Арифлейм. Используется он для расчета уровня объемной скидки, участия в премьер-клубе и других акциях. Примерно в рублях, да, один бонус-балл, естественно, он равен чему, да. И вот примерно средний, вообще бонус-балл – это плавающая цифра, она может быть больше, может быть меньше, она может быть 40 рублей, может быть 70 рублей, в зависимости от того, какой продукт. То есть в компании Арифлейм есть продукты, белая косметика, так скажем, да, крема разные, там, Avage и прочее, да, куда компания вкладывает большие ресурсы, большие разработки. Вот за такие крема бонус-балл компания дает высокий. Вот. Если это аксессуары, то наоборот, компания дает низкий бонус-балл. Ну, соответственно, для чего это? Для чего это я вам сейчас скажу. И в среднем, да, вот за среднюю цифру мы с вами возьмем, потому что дальше будут таблички. Один бонус-балл равен примерно 50 рублей, ну, там, 40-50 рублей в среднем. Да, я всегда про 40 говорю, но это 40-50. Вот. Объем продаж, да, такое понятие. Или товарооборот, что это? Это совокупная стоимость всех реализованных товаров в рублях. Учитывается только дистрибьюторская цена. То есть не 120%, а дистрибьюторская 100%. От объема продаж считается объемная ститка. Мы с вами с этим, с этими понятиями сегодня будем плотно-плотно работать. С этим, я думаю, тоже, ребят, понятно, да. Есть продукция Wellness, за нее компания тоже высокий, дом и баба. То есть, если я пойду и куплю Wellness, это витамины. Витамины, минералы, омега-3, витамины для детей. Ну, компания мне даст, там, скажем, за Wellness Pack и за коктейль 100 бонус-баллов. Если я куплю, да, и это выйдет мне примерно по сумме, да, вот если 100 бонус-баллов, примерно 4 тысячи рублей. Да, если на 4 тысячи я куплю Wellness, то мне компания даст 100 бонус-баллов. Если я куплю аксессуары, то, возможно, да, их будет больше. Да, бонус-баллов ниже. Вот. С этим понятно. Тогда идем дальше. Вам сегодня будет все понятно, да, после того, как всю информацию изучите. Дальше. Основные понятия. Товар-оборот личный и групповой. Личный товар-оборот. Что это такое? Это количество начисленных бонус-баллов на ваш номер консультанта за каталог. То есть, что мы купили лично, да, то есть, вы купили, к примеру, мыло, шампунь, пену для бритья, и вам компания за это начислила, там, 50 бонус-баллов, да. Вот. Это личные, личные покупки. Личный товар-оборот. Это количество лично накопленных, начисленных бонус-баллов на ваш личный номер. А групповой товар-оборот, ГТО, правда, это сумма личных товар-оборот. Товар-оборотов всех партнеров вашей персональной группы плюс ваш личный. То есть, вся ваша персональная группа или персоналка, часто говорят, плюс ваш личный уход, да. Вы купили что-то себе, пригласили 5 знакомых, они что-то купили, знакомые знакомых пригласили, они что-то купили. И вот все, покупки всех людей, это ваш групповой товар-оборот. Персональная группа, это вся ваша структура, за исключением отделившихся 22% групп. Мы тоже об этом поговорим. 22% группа, это директорская группа. Сейчас будут дальше таблички, вам, ребят, будет все это понятно. Ну, пока, думаю, ничего сложного, да. Вот, смотрите, групповой товар-оборот в бонус-балах, да. Если ваш товар-оборот от 150 до 449, то вы консультант 3%, крайний, крайний столбец, да, 3%. Объемная скидка написана, 3%. Если ваш товар-оборот от 450 до 899, то вы консультант 6%, от 900 до 1799, вы выходите на уровень 9%, и вам выплачивается доход именно на этом уровне. Вот, если у вас товар-оборот групповой 1800-2900, вы являетесь консультантом 12%, вы получаете зарплату в соответствии, да, с нахождением на этом этапе. Если ваш товар-оборот от 3000 бонус-балах до 400 до 4999, да, вы 15-процентник. Если 5000 до 749, вы на 17%. И если 7500 бонус-баллов, вы уже выходите на директора, да, это товар-оборот примерно 230, 240, 250 тысяч. Я думаю, это тоже понятно. То есть, если вы выходите на 22, вы директор, вам компания выплачивает все соответствующие доходы на этом этапе. На директоре товар-оборот 230, 250, ну, средние, ребят, 200, 230, 250, в зависимости от голубалов, от того, какие продукты, то есть, велос или аксессуары, продукты, белая косметика, в зависимости от этого. Вот эту табличку, пожалуйста, тоже запомните, особенно новички, но сегодня она у вас будет перед глазами. Сегодня мы будем ее использовать для расчета. Бумагу все приготовили? Так, бага нам сейчас пригодится. Хорошо, ага, вот смотрите, дальше. Основные понятия, да, пример-клуб. Что такое пример-клуб? Если ваш личный товар-оборот 100 бонус баллов, то есть, если вы купили что-то себе в компании Арифлэм со своего личного номера на 100 бонус баллов, да, это примерно 4-5 тысяч рублей, да, то есть, если ваша личная покупка на 4-5 тысяч рублей, что вы получаете? Во-первых, скидку 20% на всю продукцию, так как вы зарегистрировались, да, доступ к специальному буклету премьер-клуб, и годный набор из 8 каталогов за 189 рублей, и вы получаете бонус-премьер-клуба 5% от личного заказа, да. Ну, сами понимаете, это, конечно, хорошо, это плюс, да, но это, собственно, не те деньги, чтобы зарегистрироваться в компании Арифлэм и всегда делать просто 100 бонус-баллов, да, здесь много, собственно, не заработать. Вот, дальше, если ваш личный заказ на 150 бонус-баллов, то, во-первых, у вас есть скидка 20%, вам добавляется бонус-премьер-клуба 5%, вы получаете, вам компания начисляет объемную скидку 3% и скидку 50% на любимый продукт. Сегодня мы с вами разберем по цифрам, вам будет это все более понятно, да, вот, то есть выгодно научиться делать большие заказы со своего личного номера. Вот, я вам так проще скажу. То есть нужно научиться, ребят, делать, научиться организовывать личный товарооборот от 100 до 150 бонус-баллов, то есть примерно 4-5-6 тысяч рублей. Этому нужно просто научиться. Для того, чтобы вам зарабатывать в компании Арифлэм там 25 тысяч рублей, вам нужно научиться делать отличный объем продаж, ну, личный объем покупок, да, неважно, как называть. Если вы хотите зарабатывать в Арифлэм там 100 тысяч рублей, вам просто нужно научиться делать личный объем продаж или покупок на 6 тысяч рублей, да, это 4-5-6 тысяч рублей. Для того, чтобы мы с Таней зарабатывали вот сейчас наш доход, да, мы делаем точно так же условия для начисления зарплаты, мы делаем заказ на 150, уже 200, 200 бонус-баллов, заказ на 6 тысяч. Вот, я думаю, да, здесь тоже все понятно. Поэтому нужно научиться и, собственно, не сразу, да, возможно, у кого-то кто-то, что, как это сделать вообще, да, нужно поменять просто место покупки. Если раньше покупали, а в спаре, то сейчас просто покупаем иногда в магазине. Самое главное разобраться, как и что. Сегодня мы с вами будем разобрать. Вот, и если вы, ваш заказ личного номера 250 бонус-баллов, то вы получаете, во-первых, уже скидку 20%, да, как и прежде, получаете бонус-пример-клуба 10% от личного заказа, объемная скидка 3% вам начисляется, это уже доход, да, и скидка 50% на любимый продукт. Плюс доступ к одному специальному приложению в каталоге, купить 4, заплати за 3, возможность получить часы-пример-клуба, ну и разные другие фишки, вот. Это по премьер-клубу, то есть, если вы делаете заказ на 1000 рублей, вы простой покупатель, да, который просто покупает со скидкой 20%. Если вы пришли развиваться в компании Reflame, ребят, то нужно просто научиться делать свой личный товарооборот в течение времени, возможно, сразу, возможно, через месяц, через 2, через 3, нам нужно научиться его делать 100-150 бонус-баллов, потому что компания уже начинает за это доход, и доход хороший. Вот, понятно с этим все? С премьер-клубом тоже, я думаю, понятно? Или по личному товарообороту есть вопрос? Потому что тоже все новички. Напишите, пожалуйста, ребята, какой вопрос есть? Давайте, если вопросов нет, мы идем дальше, да. Перелистываю слайд и непосредственно сам маркетинг план, как все это выглядит. Как формируется доход? Вот смотрите, давайте для начала, да, давайте для начала разберемся, да, как формируется вообще доход. Вот смотрите, вот вы на самом верху, да, личный товарооборот, сделаем 250 бонус-баллов, ну, то есть сделали достаточно большой заказ. Возможно, вы себе купили что-то, возможно, не себе, вот там, знакомые, близкие через ваш личный кабинет, да, там, знакомому дали предложение, там, да, у меня все со скидкой 20%, если что-то нужно спрашивать, да, поделились этим эти скидки 20%, и он у вас купил, себе что-то купили знакомому, еще знакомым, и у вас вот такой заказ прошел личный, через личный номер 250 бонус-баллов. Дальше, вы сделали заказ, и, собственно, узнали о том, что в Replay можно зарабатывать там 30 тысяч рублей, да, это заинтересовало, естественно, сидя дома, интересно зарабатывать такие деньги. И вы пригласили, вы пригласили команду в свою и зарегистрировали вот всех вот этих людей, ребят, видите, Костя, Маша, Леша, Ира, Валя, Света, Миша, да, вы их пригласили, ну, и, соответственно, они тоже что-то в Replay начали покупать. Кто-то там на тысячу рублей, кто-то на четыре, кто-то на шесть, кто-то там 10 тысяч заказ, да, кто-то на продажу пришел и начал только продавать. Вот, у всех разные заказы. Вот, давайте мы с вами сейчас будем учиться. Сколько бонус-баллов по группе и какой уровень? Вот скажите мне, пожалуйста, табличка наверху есть, то есть вы можете разобраться, на каком уровне каждый из этих людей находится. На каком уровне находится Костя? У него личный заказ 150 бонус-баллов. Он сам никого еще не пригласил, сам зарегистрировался и сделал заказ на 150 бонус-баллов. Да, на каком уровне он находится? Напишите прямо в чате. Сейчас мы будем с вами так работать и таким вот образом изучим, как это все работает, чтобы понятно было. Так, еще варианты. Новички, пожалуйста, пишите. Я пока, секундочку, прям пишите, пишите. Так, единогласно. Я с вами согласен, да? 3% это 150 бонус-баллов, ну и выше, да? Так, хорошо. Ну, понятно, что у Маши, у Леши, у Иры, у Вали, у Светы тоже 150 бонус-баллов, да? Они тоже на 3% я думаю, вы это тоже понимаете. Согласно? А вот смотрите, Миша последний. У него личный товарооборот 250 бонус-баллов. Он на каком процентном уровне? Так. Так, не обманешь вас, да? Тоже на 3%. Все правильно, то есть в интервале от 150 до 149 это 3%. Все правильно, ребят, все правильно. То есть это 3%. Хорошо, тогда следующий вопрос, да? А вы сами на каком процентном уровне находитесь, когда вот у вас такие есть партнеры, которые тоже заказы делают? Вот вы наверху, вы всех пригласили. Для того, чтобы посчитать, да, естественно, нужно сложить, да? То есть для того, чтобы понять, сколько у вас бонус-баллов, нужно сложить все. Посчитайте, пожалуйста. Напишите, сколько у вас бонус-баллов и на каком вы уровне. Я жду и, собственно, считаю вместе с вами. Так. Вот теперь уже вопрос, да? Посмотрите. Вот видите, справа наверху, да, табличка написана. ГТО, да, групповой товарооборот. То есть групповой товарооборот – это сумма вашего личного товарооборота, ваши личные покупки и покупок всей вашей персональной группы. То есть написано вот О плюс ОГЭ. То есть нужно сложить… Ага, ничего этим, давай-давай. То есть нужно сложить все бонус-баллы и написать в чат, какой групповой и сколько. Так, появился у Нелли ответ. А групповых, Нелли, сколько получается? Сколько по бонус-баллов, если сложили? Сколько получилось? Потому что у меня другая цифра получилась. Сейчас еще раз пересчитаю. Так, у меня никакие цифры получились. Напишите, пожалуйста, сколько. Так, у меня снова не так получилось, Нелли. То есть складываем все бонус-баллы всех людей. 250 плюс 150 плюс 150 плюс Лешины, плюс Ирины, Валины, Светины, Мишины. Давайте, кто правильно напишет? Сколько всего бонус-баллов и на каком уровне? Вот, вот правильно цифры теперь пошли. Так, Михаил, а групповых сколько пишите? Сколько по бонус-баллов не просто процентного уровня, а у групповых сколько получилось у нас? Чтоб все видели. Михаил, Дмитрий, тоже пишите. А групповых сколько бонус-баллов у вас получилось? Вы пишите 9%. А сколько баллов товарооборот получается? Нет, не 900. Как получилось 900? Нет, Михаил, тоже неправильно. Смотрите, складываем все. Да, правильно Нелли говорит. Групповой товарооборот – это сумма всех. И вашего личного, и заказов ваших партнеров. То есть получилось 250, и мы плюсуем сюда Костин, Машин, Лешин, Ирин, Валин, Светин, Нишин. И получилось 1400 бонус-баллов, ребят. Дальше. Смотрим, 1400 – это сколько, в какой интервал попадает? То есть это 9% группа. То есть так как у вас товарооборот групповой 1400, смотрим, 1400 – это сколько? От 900 до 1800. То есть получается, что вы на 9%. Ага, понятно. Вот. То есть поняли, да? Разобрались? То есть на 9% – это 9% группа. Да, все, с этим понятно, да? Тогда мы идем дальше. Да, если понятно. Хорошо. Вот, вот ответ, да? 9% – уже все, что мы посчитали с вами. И идем дальше. Поработаем еще. Смотрите, та же самая картина, да? Но плюс вы пригласили своих партнеров, вы зарегистрировали в свою первую линию, да? У вас команда. Вы сами научились личный товарооборот делать, чтобы себе в Арифлейн покупать. Научили своих партнеров покупать в Арифлейн. И самое главное, что нужно научить, чтобы команда росла. Нужно научить приглашать людей, рекрутировать по-другому, да? Приглашать. Ваши партнеры стали приглашать людей. И у них, вот как облачка, видите, такие, да? Написано, ПГ-50, ПГ-350, ПГ-850. И, естественно, у ваших партнеров стали появляться свои новички, которых они уже зарегистрировали, да? Вы их можете вообще не знать. Вот. И, собственно, у этих новичков какие-то заказы свои. У кого-то большие, у кого-то маленькие, у кого-то много там новичков, их делают, они заказываются, да? Даже несут. Проходит товарооборот. Вот. А сейчас давайте мы с вами посчитаем, да? Какой сейчас товарооборот у Кости? На каком он процентном уровне? Пожалуйста, напишите. Смотрим, Костя. У Кости какой товарооборот? Пожалуйста, посчитайте. Как посчитать, да? То есть сумма группового товарооборота Кости, да? Это его личный плюс ПГ вкладываем его. То есть его новичков. У новичков сколько, да? Сколько? Напишите, пожалуйста. В бонус-баллах и процентном уровне. Напишите. Нет, у Кости, у Кости, ребят. У Кости товарооборот. Именно Костин. Именно Костин. Так. Есть ответ. Еще какие варианты? Так. Еще есть варианты? Ребята, вы правы. Да, все правильно. То есть для того, чтобы Костин определить, его ЛТО плюс складываем персоналку, его, да, персональную группу, сколько у него новичков в заказе. Получается 200 бонус-баллов, то есть Костин на 3%. Да, он получает доход на 3%. Дальше. У Маши сколько? Мы сейчас прям с вами закрепим у каждого, чтобы вам четко было понятно. У Маши какой товарооборот? Бонус-баллах? Какой процентный уровень? Тоже, пожалуйста, напишите. Так. У Михаила есть уже ответ. Кто еще что думает? Да. Нет. Да, нет. Смотрите. Нет, у вас ошибочка. Остальные правильно ответили. У Маши, да, как мы определяем Маши товарооборот? Да, 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 правильно. 150 плюс 350, это получается 500 бонус-баллов. Смотрим, 500 бонус-баллов это какой уровень? Это уровень 6%. А Маша на уровне 6%. Она сделала свой заказ, ее новички сделали какие-то там заказы, и она на 6%. Дальше идем. Леша. У Леши заказ на 150 бонус-баллов. И у него новички с суммарным заказом 850. На каком он уровне, ребята? Леша на каком уровне? То есть идем прямо слева направо. На каком он уровне? И сколько бонус-баллов у Леши? Групповой. Ну, еще, еще. Кто, что думает? А тысяча ли? Есть еще ответы. Все правильно, да? Вас не сбить с правильного пути. Уже поняли, да? Все правильно. То есть получается, так, тысяча бонус-баллов это 9% группа. То есть Леша на 9%. Дальше. Ира. Ира на скольких процентах? Ира на скольких процентах? И товарооборот. Ира сделала 150 бонус-баллов. У нее новички на 1850. Все правильно, ребята. 2000 бонус-баллов у нее. Все правильно, все правильно ответили. Мелли, Михаил, Дмитрий, Боислав. 2000 бонус-баллов у нее, да? Она на 12%. То есть принцип понятен. Да? Здесь принцип вам понятен. Ну, давайте дальше. Давайте посчитаем, сколько у Света. У Света сколько товарооборот? Валю, не будем считать. У Света товарооборот и на каком она уровне Света. Я с вами вместе считаю, сколько у Света. Так, еще варианты. Еще варианты. Так, Владислав ответил. Михаил. Кто еще что думает? Антонина как думает? Неля. Так, так, так. Мы сейчас про Свету, да, пока, Дим? Ну, пока про Свету. Смотрите, у Света, да, 6000 бонус-баллов. Это как мы получили? Да, 150 плюс 5, 850, получил 6000. Она получается на 18. Да, хитрецы уже вперед побежали, да, еще даже не спросил. Да, действительно, Миша, да, 250, свой личный заказ. И у него персональная группа, в которой сумма общих заказов всех людей, 7,850. Да, то есть, Миша, директор, да, потому что у него персональная группа большая. И вот, как мы с вами говорили, да, 7500, если в рублях, это примерно 250 тысяч. То есть, для того, чтобы вы вышли на уровень директора с достаточным хорошим доходом, то есть, примерно 30 тысяч рублей, а можно и больше, да, может, 50 и 70 на директоре зарабатывать. Мы как разберем сегодня, от чего это зависит? Вот это директор. Директор, как правило, партнеры уходят с наемной работы с уровня директор. Да, там, либо на 18% открывают ИП и работают, да, именно в Reflame, потому что уже доход хороший. Так, с этим разобрались. Теперь следующий вопрос. Давайте мы с вами посчитаем, сколько вообще бонусбалов по всей этой команде. Вот вы наверху, да, у вас личный товароборот 250 бонусбалов. Какой здесь товароборот общий? Какой товароборот общий? Сколько всего здесь будет бонусбалов? На каком бы уровне? Считаем. То есть, складываем все, да? Как считаем? Ага, правильно. То есть, вот формула, да, видим, складываем ваш личный товароборот плюс ваш ЭПГ и минус 1-ти 2-процентной группы. Ее мы в счет не берем. Ее в счет не берем. Считаем, сколько получилось. Я тоже с вами посчитаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Какой разбег у нас с вами получился. Так, смотрите. Как считали? Да, как считали? У меня другая цифра получилась. Для того, чтобы посчитать товароборот всей этой организации, за исключением 22-процентной группы. То есть, считаем все, но не берем в расчет 7-850 бонус-баллов и 250 бонус-баллов. Это директорская структура. То есть, мы не можем считать, да, групповой товароборот вместе с директором вашим. Директор – это человек, который работает сам, ячейка, которая работает самостоятельно. С уровня 22 компания с вами выходит на связь, уже с вами работает плотненько. То есть, вы познакомитесь с наемными сотрудниками. И директор – это тот человек, с чем поговорить. Поэтому все и стремятся, ребят, к уровню директора. Ну, за исключением премии, да, большой, который компания выплачивает 1000 долларов с уровня директора. То есть, здесь получилось по товаробороту, у меня получилось 13950. Пересчитайте, пожалуйста, как у вас получилось. Столько или не столько. То есть, мы не считаем Мишу и не считаем ее ПГ, его ПГ. Пожалуйста, пересчитайте, потому что у вас там цифры слишком большие. Вы, видимо, все приклюзывали. Или, может быть, это я ошибся? Напишите, ребят. Ну, я думаю, я не ошибся. Давайте, жду от вас перерасчета. То есть, складываем 250 плюс 150 плюс 50 и плюс у всех Машин, Леши, Ира, Валя, Света, и ХИПГ. Персональный группа. Так, фишем. Что там засчитались? Что-то долго слишком. Так, фишу поправлю. Минут еще 20. Так. Так, Дмитрий посчитал. Да, все правильно. У меня точно так же получили. Значит, я не посчитался. Дадим. 13-950. То есть, когда вы, ребят, начнете приглашать людей, планку сразу ставьте себе на директора. То есть, для того, чтобы вам стать директором, для того, чтобы вам нормально зарабатывать в Арифлейн и уйти с наемной работы, вам нужно стать директором. Директор – это самостоятельная ячейка. И когда у вас появляется директор, вы своего директора в расчет не берете, он сам работает. Когда он выходит, вы говорите, самостоятельно работает, до свидания. И, собственно, компания Арифлейн тоже так же вам говорит. То есть, вы считаете только свою персональную группу, за исключением 22% группы, за исключением вашего директора. В этом-то и суть весь бизнес. Если вы заметили, компания Арифлейн часто говорят, что есть пассивный доход. Что это такое? Пассивный доход – это автономно работающая директорская группа. То есть, вот, смотрите, в пример. Вот мы с Таней сейчас на уровне директора. Компания нам выплачивает хорошие доходы. Уйдем мы вообще с компанией Арифлейн? Кругую компанию вообще может быть на работу по-моему. Как вы считаете? Конечно, не уйдем, потому что доход уже хороший. Знаешь, какую перспективу. Мы знаем, что в Арифлейн можно зарабатывать из 100 и 150 тысяч, имея много свободного времени, посещая конференции от компании бесплатные, имея автопрограмму, разные бонусы, о которых мы сегодня поговорим. Конечно, директор, директор у компании хорошо выплачивает доходы. То есть, нужно всегда стремиться на уровень директора минимум. Директор работает самостоятельно, ему помощь не нужна со стороны другого директора. Поэтому 22% группы мы не считаем. Идем дальше. Идем дальше. Следующий слайд. Вот. Да? То есть, сколько баллов по персональной группе? Это мы с вами посчитали, уже сосчитали. Да, вот ответы. В принципе, мы это все пробежали с вами. Ответили на все вопросы. Дальше. 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 Сейчас. Вопрос вам задать, чтобы было понятно. Так, это мы разобрали с вами. Так, сейчас объясню. Вот смотрите. Немножко, может быть, забегу вперед. Да, вот такой же слайд. И он показывает, на каком процентном уровне вы. То есть, вы на 22, и у вас разные команды. Да, все люди на разных процентах уровнях, да, в зависимости от товарооборота, как мы уже проговорили. Один на трех, другой на шести, на девяти, на пятнадцати, на пятнадцати, на восемнадцати, на двухпроцентная группа директорской в вашей команде. Как платят и вообще за что платит компания Repair? Вот прямо вот на этом примене, ребят, можно посчитать зарплату, чтобы четко понимать. Вот смотрите. Приносили вы Костю. Костя сделал личных 150 баллов, вышел на 3%. У Кости есть новичок, который тоже какой-то заказ делает. Костя находится на 3% по своему товарообороту. Как начисляется доход вам? Вот вы наверху, да, ЛТО 250 баллов. Здесь доход начисляет компания Reflame по принципу межуровневая разница. То есть, что это значит? Вы на 22, Костя на 3%. Можно сделать вот так. 22 минус 3, 22 минус 3, получается сколько? 19, 22 минус 3, получается 19%. И вам компания Reflame выплачивает 19% от товарооборота Кости. Понятно этот момент? То есть, как компания выплачивает деньги? Межуровневую разницу. Костя на 22, нет, вы на 22, Костя на 3, 22 минус 3, получается 19%. То есть, вы получаете 19% от товарооборота, организованного Костиной командой. То есть, 19%, а 3% это получается 19% от 5 тысяч. То есть, можно прям посчитать буквально, чтобы понятно было. Понятие на этот момент? По принципу, межуровневой разницы. И следующее, у вас Маша, вы зарегистрировали Машу, у нее товарооборот на 6%, она, то есть, 350 плюс 150, получается сколько? 400, 500, 500 баллов, она на 6%, и как компания вам начисляет, да? Будет так, как на 22, 22 минус 6, 22 минус 6, да? Получается, вы получаете 16% от товарооборота, организованного Машей. Ребят, пожалуйста, напишите, понятие, ну вот этот момент, понятие. так давайте я жду от вас, понятен или непонятен. Да, то есть выплачивает, выплачивает компания, но нужно понимать сколько, да? То есть сколько вам нужно групп для того, чтобы вы нормально зарабатывали? Вот для чего? Чтобы детально. Фирма выплачивает, да? Но нужно все это проверять, нужно же считать, понимать откуда и за сколько она вам будет выплачивать. Для того, чтобы расти, нужно знать сколько, да? Выплачивает фирма. Дальше, ну, напишите, пожалуйста, да, ребят, сколько вам компания выплатит за товарооборот Леша и команда? Ну, Лешу пригласили. Сколько вам компания выплачивает? Напишите мне, пожалуйста. В процентах. Напишите, пожалуйста. У вас зарегистрирован Леша, он сделал свой товарооборот, людей пригласил. Все правильно. Ничего, Нелли, в записи тогда посмотрите. Михаил все правильно говорит. То есть 13% от товарооборота вот этой 9% группы. Хорошо. Сколько это в деньгах? Все правильно, Дим. Да, 13%. Сколько это в деньгах? Как посчитать в деньгах, сколько мы получим в натуре, так скажем? Как здесь посчитать? Смотрите. Мы берем 850 бонус баллов плюс 150. Получится 1100, да? 1100 бонус баллов. Умножаем на средний бонус балл, да, о котором мы говорили, там, 40 рублей или 50, давайте возьмем за 50. Да, 1100 бонус баллов у Лешиной команды. Умножим на 50, сколько получится? Уже ответ смотрю, кто там пишет. То есть получается у этой команды товарооборот 50 тысяч. Да? 50 тысяч. Так. И нам нужно взять 13% от 50 тысяч. Да, прям пропорции можно посчитать. Только будем. Сейчас я сверю, вижу уже, ответ у вас там есть. Так. Так, ответ у вас, ребята, по-моему, неправильный. Смотрите. Нужно взять 13% от 50 тысяч. Соответственно, 50 тысяч умножаем на 13. Делим на 100. Сколько получается? Почему-то у вас неправильно. Неправильно, Дим. Смотри, как считал. То есть, как считаем, да. Берем сначала, нужно понять, да. Берем ЛТО. Смотрим у Леши, сколько этого? 150 плюс персональный группу у него. 850, да. Получается 1100. Да, 1100 бонус баллов. Один бонус балл равен примерно 50 рублей, так сказать. Да, соответственно, умножаем 1100 на 50. Получается товарооборот вот Лешиной команды 50 тысяч рублей. То есть, люди напокупали на 50 тысяч рублей в команде Леши. Как компания выплачивает деньги, да. Междууровневую разницу. 22 минус 9. Получается, Леша должен, то есть, вы получаете 13% вот этого товарооборота. Получается, вы от Лешиного товарооборота за эту работу, вам компания выплачивает 6500. Все правильно, Дима написал. Сейчас все правильно. 6500 тысяч рублей. Вот это и есть доходы. С каждой структуры, с каждой группы, с каждой команды, которая у вас зарегистрирована. Все идет с товарооборота, деньги из воздуха не берутся в компанию. Соответственно, да, нужно сказать, что нужно научиться организовывать личный товарооборот. Нужно научить организовывать личный товарооборот ваших партнеров. И, собственно, да, товарооборота компания выплачивает деньги. То есть, нужно просто мыться в Арифлейм и все. Покупать все, что необходимо в Арифлейм и найти здесь комфортные для вас продукты. Что-то подешевле кому-то, кому-то что-то подороже. Но суть в приглашении людей. Начать именно приглашать, чтобы был при полу товарооборот. Это, я думаю, понятен. Да, сейчас момент. Сейчас слайд там будет, там уже тоже вам будет приятно. Вот, смотрите. План успеха компании Арифлейм. Да, старший менеджер, да, товарооборот 330 тысяч, да, средняя зарплата 27, там, 28. В директоре зарплата примерно 30 в каталог на 3 недели. Да, и за то, что вы выходите на директора, да, немножко пробежим сейчас, вам компания выплачивает еще 1000 долларов. То есть, вышли на товарооборот 250 тысяч рублей, да, когда у вас в команде такой проходит, вам компания выплачивает 1000 долларов по форсу. Мы свою 1000 долларов уже получили, Таня первая выходила, когда работала, да, я еще не работал тогда, уже благополучно эти деньги ушли, да, и не было как будто их, вот, быстро эти деньги уходят на самом деле. Вот, но, тем не менее, деньги хорошие, да, там, не знаю, где еще такие деньги выплачиваются для начала. Это большая такая ступенька начала. Дальше, когда вы стали директором, да, ваша задача научить ваших партнеров стать директорами, то есть, организовать такой же товарооборот. Почему? Во-первых, ваш директор будет работать самостоятельно, и вы можете брать следующие группы, и следующие вам компания начинает с директорской группы платить пассивный доход. Вот, ну и, собственно, ваш доход уже увеличивается, да, когда вы старший директор, ваша зарплата 50, золотой 75, старший золотой 100 тысяч рублей за 3 недели. Во-первых, директор, когда у вас 4 директора, порядка 140-160 зарплата, плюс премия, да, 4 тысячи долларов и выше. То есть, на слайде не очень хорошо здесь видно, да, но я хочу вам объяснить, что зарплата в 30 тысяч рублей – это только начало на уровне директора. Делаем, причем одно и то же. Функционал не меняем, делаем абсолютно то же самое. Понятен этот момент? Слышно сейчас, ребят, секунду. Я думаю, это понятно, да? Слышно меня вообще, друзья? Напишите, что вы здесь, пожалуйста. Мы пойдем с вами дальше. Напишите, что вы здесь. Алло, алло, ребята. Так, Антонин здесь замечательный, все здесь. Так, Михаил, отлично. Идем дальше, следующий слайд. Вы новички, вам нужно в этом, ребята, разобраться. А как формируется доход? То есть, по принципу межуровневой разницы, да? О чем мы уже с вами поговорили. То есть, если у вас товарооборот 13,950, а у вас есть новичок, который сделал заказ на 200 бонус баллов, вы получаете 19%. Из каждой, из каждой команды вы получаете определенный процент. Ну, смотрите, а как же тогда быть? Вот у меня такой к вам вопрос. Если мы выращиваем директоров, нам выгодно это делать, да? А как же тогда выросла у вас группа 22%? И что дальше? Какие есть варианты, ребята? Вот выросла у вас группа на 22, и вы на 22. Получается, нет межуровневой разницы. Как вы думаете, компания выплачивает деньги за это? Как я вам сказал уже, компания выплачивает премию, да? Когда у вас появился директор, вам компания выплачивает полторы тысячи долларов премию. Порядка 90 тысяч рублей сейчас, да? Если, похоже, так, посадить, рублей за дом. Как думаете, будет вам компания выплачивать деньги за выращивание директоров, да? И как они выплачиваются? Будет совершенно верно. Деньги она будет выплачиваться. Но уже не по принципу межуровневой разницы, да? Потому что ее нет. То есть, если у вас 18% группа, вы на 22, вы получаете 4% от 18% группы, да? Если у вас 22% группа, 250 тысяч товароборка у вас, то есть вы уже ничего не получаете. Но с этого момента компания вам выплачивает бонусы. Бонусы – это отдельная тема. Вот здесь видите, да, вот то, о чем я говорил. Про слушай, зато вы ответили. Бонусы – это отдельная тема. То есть, когда вы на 22, и он у вас на 22, вам компания выплачивает бонусы. Они бывают нескольких видов. Немножко я вперед забежал. Ну, ладно, сейчас спрошу, успею у вас спросить. Смотрите, бонусы. С первого уровня, то есть, вот вы справа видите картинка, да, на 22. У вас Миша и Маша, они оба вышли на 22, оба стали директорами. И вот с этого момента компания «Риквейн» выплачивает бонусы. 5% от объема продаж каждой директорской группы. То есть, директорская группа – это сколько? 250 тысяч товарооборотов. То есть, мы начинаем получать деньги, примерно 15 тысяч – пассивный доход за выращивание каждой директорской группы. То есть, это как квартиру одну сдать, однокомнатную. Она будет приносить примерно 10-15 тысяч рублей. Здесь то же самое. Ваши директора – это люди, которые работают самостоятельно. Рассказывать им, показывать ничего не нужно, потому что они все знают, они научились, они вышли на уровень директора. И вам компания, заворачивая таких директоров, подплачивает с первой линии 5%. Называется директорский бонус. Дальше. Когда у ваших директоров появляются директора, да, вы с ними, возможно, не знакомы. Их не вы пригласили, а ваши партнеры. Их не вы даже обучили, а ваши партнеры. Компания Арифлейм вам все равно начинает выплачивать бонус, но уже золотой бонус. Он 2%. То есть, уже меньше цифра. Но есть такой эффект, да, когда вы работаете со своими людьми, они, естественно, со своими работают. В течение времени таких директорских групп будет огромное-огромное количество. И вот этот бонус будет, возможно, больше, чем ваш директорский бонус. Здесь люди выходят на золотого директора. Вот вы видите, да, когда у вас 2 директора, это уровень золотого директора. Здесь доход примерно 50-70-80 тысяч рублей. Многие просто перестают работать. Получают свой пассивный доход. У них в структуру там бриллиантовые структуры по 6 групп. Да, и они получают свой хороший доход. Живут за границей, к примеру, в Болгарии. Их все устраивает. Вот. Пойдем дальше, да. Сапфировый бонус с 3 уровня, то есть уже с глубины. 0,5 сапфировый бонус. 4 уровня 0,25 бриллиантовый. С 5 0,125 дважды бриллиантовый. И с 6 0,0625 исполнительный бонус. То есть с 6 колена глубины ваших директоров вы будете получать свой доход. Это реально огромный день. В Арифлейме я знаю людей, которые зарабатывают больше миллиона. Люди, которые зарабатывают в Арифлейме больше миллиона. Которые делают просто себе покупки, приглашают людей. То есть в системе ребята. Я думаю, здесь все понятно. Смотрите, немножко слайд верну обратно. Вот такой к вам вопрос. Как вы считаете, да, если вы пригласили новичка, он вот прошел по стартовой программе, сделал заказ на 100 баллов, да, он даже на 3% не вышел. Он даже на 3% не вышел. Получаете вы доход от него или нет? То есть вот вы наверху, у вас новичок 100 баллов заказ, да. Как вы считаете, сколько вы будете получать, сколько вам компания выплачивает денег за вот этого новичка? Как вы думаете, ребята? Пожалуйста, напишите, сколько в процентах вам компания заплачет за новичка, который не вышел ни на какой процентный уровень. Ничего не заплатит кто-то будет, да? А еще какие варианты? А еще какие варианты? Вот они напишут нет. Кто еще думает, что? Что Дмитрий думает? Михаил. Так, 3%. А еще какой вариант? Еще есть варианты. На самом деле, ребята, вы ошибаетесь. Арифлейм – компания щедрая. Арифлейм платит хорошие доходы. Смотрите. Так как вы находитесь на 22, да, у вас новичок, он не вышел ни на какой процентный уровень. Но вы это на 22, компания выплачивает межуровневую разницу. Получается, что 22 минус 0, получается 22% от товарооборота, организованного вот этим новичком вашим. То есть вы получаете 22% от 100 баллов, от 4000 рублей. Понятно? Устали, наверное, да, уже? Немножко тут все монотонно. Но с этим нужно разбираться, нужно понять и несколько раз смотреть себя. Понятно от этого момента? Так. Смотрите, не понял вопрос. И столько сама не набрала. Смотрите. Если вы наверху, да, у вас 13,950, вы на 22. У вас новичок, он сделал заказ на 100 баллов, вы на 22, то вам компания выплачивает 22 минус 0, вы получаете 22% от товарооборота, организованного вашим новичком. То есть 2% от 4000, или от 4000, или от 5000, смотря сколько вам баллов. Антонин ответил на вопрос или нет? Ответил на вопрос я на ваш или нет? Пойдемте дальше. По бонусам я вам рассказал, да, по бонусам. Вот, по междууровневую разницу мы с вами побеседовали, поэтому сейчас здесь останавливаться я не буду. В конкретику, да, она вам тоже, в принципе, не нужна. Здесь вот примеры по бонусам, да, каких они цифр могут достигать, вот, в течение времени. То есть только бонусами, да, 2 миллиона. То есть, ну, реально большие деньги. Давайте теперь закрепим. Условия начисления зарплаты, да. Вы можете зарабатывать в Reflame, там, 20, 30, 50, 100 тысяч рублей, 200 и больше, да, от товарооборота. Для того, чтобы получить доход с группового товарооборота, нужно научиться организовать товарооборот на 150 личный. То есть личная покупка ваша должна быть 150 бонус баллов, если вы хотите получить доход. Должно сохраняться условия межуровневой разницы. То есть, если всех вы людей регистрируете в одну группу, друг по другу, то доход вы не получаете. Если вы всех людей регистрируете, да, в первую линию, то здесь межуровневая разница будет. Вот. То есть межуровневая разница должна быть. Дальше. Условия получения бонусов, да, с директорского, когда у вас появился уже директор, это уже 200 бонусов. То есть мы делаем с Таней, сейчас, да, мы директора можем делать 150, и если у нас появится директор, мы можем делать 200 и больше бонусов, что бонусов получается. Вот. По закрытию уровней вы получаете премию, начиная от 1000 долларов. Сначала 1000, потом полторы, потом 2, 3, 4, до бриллиантового директора это 6000 долларов. С уровня бриллиантового директора, когда у вас 6 директоров, вам компания дает что? Во-первых, премию 6000 долларов, и суммарно всеми премиями можно получить 1000, полторы, две, три, четыре, шесть, 17 500 тысяч долларов в общей сложности. Это получается 950 тысяч рублей. То есть просто работая в Арифлейн, зарабатывая доходы, получая, поднимая свою планку, да, собирая все плюшки, можно заработать 950 тысяч, плюс ваш доход будет увеличен. С этого момента Арифлейн уже вам дает возможность участвовать в автопрограмме. Что такое автопрограмма? Это лизинговая программа, берете машину любую премиум класса в лизинг, компания за вас эту программу выплачивает. В течение трех лет компания за вас выплачивает эти определенные платежи, да, при условии, если вы выполняете определенные условия. Но условия лояльные, все партнеры, которые выходят на бриллиантовый уровень, на серьезный уровень, да, когда партнеры уже серьезные, когда не просто продуктовая группа, да, а директора осознанные, берут, конечно, машину. Вот эту Надежда Санникова, она взяла Mercedes, не так давно пришла, так скажем, мамочка в декрете получила Mercedes от машины, ребята. По команде на самом деле много машин у нас есть, есть S60, XC60 Volvo, XC70 у наших спонсоров, вот. Ну и, собственно, с уровня золотой директор, да, в 2018 году будет конференция в Испании, в бриллиантовый конференции в Сиднее пройдет и исполнительная в Японии пройдет в 2018 году. Ежегодно с уровня просто директор вы выезжаете на банкет директоров, вы станете на банкете, уже были. Вот это, ну, это реально классная штука. В Олимпийском было, вас поздравляют, дарят чек, для вас поют, танцуют, вы кушаете, веселитесь, получаете признание. Вот, всегда это вклад на таких местах. Вот, ребят, по премиям, да, уже мы с вами пробежались, я уже вам рассказал. Номер передается по наследству в компании Арифлейн, то есть, если вы работаете, да, то номер, если что-то с вами случается, вы можете не переживать, что номер передастся по наследству. Либо можете заключить семейный номер, в таком случае, если что-то случается, номер переходит человеку, кто с вами на семейный номер. Вот, есть уже такие у нас люди, Тамила и Владимир Полежаевы, да, они получали большие доходы и сейчас получает муж развивать бизнес. Тамила, к сожалению, да, умерла, ее нет с нами, но бизнес перешел мужу и сейчас работает муж с дочкой. Вот, это президенты, они уже сейчас, наверное, золотые. Так, кто не, золотые президенты, если не ошибаюсь, тоже с большими доходами, инвестируют деньги, получаемые от Арифлейн. Вот, собственно, миллион долларов анистамилы получали. Вот, собственно, может, может, ребят каждый. Если мы сейчас с Таней, да, получаем такие доходы, то что-то говорить, это только начало может каждый, остается только просто начать действовать. И начать пригласить дошательники. Вот, с уровня золотой директа уже пассивный доход идет, да, уже хороший доход. Ну и когда появляется глубина, вы получаете все оставшиеся бонусы, доходы уже начинают расти. Работаем мы через ИП, то есть Арифлейн, компанию платят деньги на расчетный счет ИП и с уровня, там, менеджер 15, 17 или 22%, да, человек открывает ИП, мы работаем с ним по... Как положено, да, деньги приходят раз в три недели на расчетный счет. До этого момента деньги будут у вас на личном номере, вы их обналичить не сможете, если менять их в натуре, да, единственное, только покупать, чтобы себе пользоваться. Для себя что-то покупать. Вот, когда-то указана здесь цифра 589 рублей, это наш доход, сейчас наш доход вот такой справился с Кривой. Вот, через год он будет больше, 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 собственно, такие же доходы будут у вас. Ребят, у меня на самом деле на этом все, да, по всем моментам мы с вами пробежались, я думаю, с маркетинг-планом вы разобрались, если нет, вы задавайте вопросы, пересматривайте запись. На самом деле нужно просто...